Привет, меня зовут Лиза. Сегодня я покажу тебе, как я украшала свою комнату к Новому году. Да, хорошо очень. Привет, меня зовут Лиза. Привет, меня зовут Лиза. Сейчас покажу, что мы купили и потом покажу, как я буду уже украшать комнату. Наверное, я это буду делать завтра, потому что сначала мне нужно сделать уборку. Итак, помимо одежды, одежда, я показываю курт, которую мы купили с мамой, или много разных синих курток, несколько сих пор платьев и много всего красивого, но это сейчас не важно. Я показываю то, чем я буду украшать комнату. Мы с мамой решили, что убрать наш подоконник. То есть вот от части, за которую крепятся шторы, мы подвесим несколько шариков на разной высоте. Я буду сменять такой розовый, непонятно, мутный, зеленый, голубой, красный, еще, по-моему, какой-то был. Нет, у нас есть три. Еще у меня есть много маленьких шариков, ну, то есть где-то в два раза меньше, чем они, короче, я буду как-то думать, как можно украсить свое окно. Дальше купили мне новые шторы. Шторы раз, шторы два. Тут мы решили оставить их в старом, потому что он подойдет. Шторы, мне кажется, классные. Ну да, я люблю все полосатое, но они вроде как полосатые. И мне нравится старая гамма, и они мне просто подойдут, потому что, в общем, я довольна. Купили много смешанных, классные, классные. Купили классную верляту. У меня вообще такая же есть, но я ее потеряла, она где-то дома, поэтому может считать, что у меня теперь такие две. Но это если я найду старую. Очень классная гирлянда. Она, вроде, умеет оберегать. Светит красиво, тепло, таким светящимся желтым светом. Светящимся желтым светом. И она, по-моему, 16 метров, так что у меня ее хватит вот конкретно. У меня уже есть маленькая елочка красивая. И с прошлого года купили еще такие золотые гирлянды. Эта мама мне уговорила купить золотые. Мне больше нравятся серебряные. В общем, у меня таких серебряных в три штуки. И одна золотая. Купили много батареек с ним, потому что они на батарейках. Мне кажется, было очень удобно, потому что гирлянды много, и у меня просто не хватит розеток, кстати, гирлянды. Да, еще купили свечки. Вообще, у меня и так есть много свечек, но я не удержалась, купила еще. Пахнет чем-то приятным, не могу понять чем. Чем-то знакомым. Ладно. Купили еще много-много гирлянд. Маленьких. Просто посмотрим, как они выкидят. Купили много-много батареек для гирлянд. И, что мне кажется, самое интересное из моих покупок, можете пока попробовать угадать, что это. Это то, чего мне никогда в этой комнате не было. И вообще, ни в моей комнате на хорошей квартире тоже не было. Это часы. По-моему, очень классные. Мне они нравятся, они такие дорогущие, но мне кажется, они того стоят. Смотрите. Вот эти шестереночки, они двигаются. Они работают на батарейках, естественно. Вот. Мне кажется, очень классные. Я еще не решила, куда их повешу. Но мне кажется, они очень классные. В общем, моя комната теперь преобразится точно. Все. Это были, по-моему, все мои покупки. Именно касающиеся украшения комнаты. Но не забывайте, что у меня помимо этого всего есть еще много разных украшений с прошлых годов, которые я тоже достану и буду использовать. Но это вот то, что у меня новое. Вот. Сейчас буду вам показывать, как я это все буду украшать. Ну, точнее, для меня это будет завтра. А для вас это будет, наверное, через секунду. Итак, первым делом я хочу повесить шторы. Потом я, скорее всего, украшу елку, поставлю ее на подоконник. Дальше уже буду думать, что сделать еще. Посмотрим, как пойдет. Так, внимание, происходит распаковка штоп. О, они такие приятные ножки. Так, вот я уже повесила одну шторину. Шторину, шторину, штору. Надо будет сейчас как-нибудь ее красиво завернуть. Я этого делать не умею. Это сделает, скорее всего, мама. Точнее, я сделаю, а она потом переделает. Я, к сожалению, пока не могу повесить вторую штору, потому что у меня не хватает крючочков. То есть крепление. А их не мама принесет только через час. И то еще не факт, что принесет. Ну ничего, что-нибудь придумаю. Пока, думаю, поставлю елку. Итак, я погасила свет, потому что я еще буду вешать гирлянды на елку и саму елку ставить. Я, кстати, вчера уже повесила гирляндочки. Сейчас я включу, тут свет будет понятней. Очень классно. Надо было таких побольше купить. На камере они почему-то плохо смотрятся, но на самом деле намного более уютно. И свет такой более желтый, чем на камере. Вот, и еще у меня есть такая гирлянда. Сейчас покажу. Так, смотрите внимательно. Опа. А, ой-ой-ой-ой-ой. Ой, это не то. Это не то. Вот. Вот. Такой у меня теперь есть волшебный мышь. Мне его подарила сестра. Вот так. Так, все, ставлю елку. Итак, вот она моя красавица. Она довольно-таки небольшая, но мне большая не нужна. Она же все-таки для подоконника. Тем более, у меня комната тоже небольших размеров. Поэтому для меня вот эта вот идеальна. И звенит класс. Так, прямо на ваших глазах происходит чудо. Я ставлю елку. Так, ну тогда мы распаковываем гирлянду. Я уже знаю, как она выглядит, потому что я вам уже говорила, у меня такая уже была. Я помню, что внизу было прозвенение. Так. Даже не махну. Так. Итак, раз, два, три. И елочка горит. Та-дам! Та-дам! Этот фонарик я поставлю себе около кровати. Дядька покрасивее. Может здесь подстоять? Итак, вот так вот выглядит пока моя комната с ёлкой, с часами. Мы можем делать. Гирлянды там тоже хорошо смотрятся, мне кажется. Вот эту тугу надо будет мне ещё как-то разобрать. И самая, конечно, красивая часть – ёлка. На этом всё. Спасибо вам за просмотр. Подпишитесь на канал. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok